Есть две организации. Конечно, я могу сказать, что, по-моему, в мире нет такого случая, что действительно были две организации, которые занимались одними и тем же делами. Конечно, это когда-то за счет безбюджета, это очень странно выглядит, с одной стороны. С другой стороны, мне не судить вообще, кому это нужно и для чего это нужно, это чисто российские дела. Иногда бывает, что на кинорынках люди не совсем понимают, к кому они должны обратиться, но это, я думаю, что со временем это все утрясется. Я, во-первых, не знал ни одного режиссера, который бы сумел убедить с продюсером, что мы будем снимать кино именно для Каннского или для Берлинского фестиваля. Я всегда считал, что настоящие авторы снимают кино, которое они чувствуют, которого они хотят, и потом получается, и мы их отбираем, и не получается, и мы их не отбираем. За последние, там, я не знаю, 25, действительно, вы правы, было очень много мрачных таких картин, чернухи было очень много. С другой стороны, по количеству отобранных фильмов на наши фестивали, то вообще отобранных фильмов было совсем мало по сравнению с тем количеством, которое здесь было снято. Поэтому это значит, что отсек огромный, а все те, кто снимал, если, как вы говорите, под фестиваль, то тогда это значит, что это полный провал, потому что здесь не смотрят, и мы не отбираем. Единственный интересный момент, пока что, это то, что мрачные картины, они чаще всего, с кинематографической точки зрения, лучше комедии. Я тут ни при чем, опять, смотрите на то, что основные такие метры, как Сокуров, как Герман, как Муратова, это чаще всего не комедии. Мы ничего не ждем, мы смотрим, что есть, и потом мы отбираем и фестивали, и прокатчики. Они отбирают прокатчики в зависимости от потенциала коммерческого. Мы ничего не ждем. Я реально, когда я работаю в Германском фестивале, я реально смотрю на то, как это снято, как это поставлено, как играют актеры. И сам сценарий, сам сюжет, мне это, конечно, он интересен. Но это, я бы сказал, чуть ли не десятистепенно. Я не ориентируюсь, я не хочу считать, например, сценарий. Мне говорят обрачи это, я не хочу. Мне неинтересно, я кино хочу посмотреть. Это Елена. Потом, наверное, это портрет в семерках. Была еще документальная картина под названием «Вода», которую практически никто, которую практически никто не видел. и выпустили через 40 лет, но потому что была настоящая реставрация. Чайку Юрия Карасика тоже для своих, но все равно интересно было. И была одна еще, пятая картина, которая вышла, но я сейчас не вспомню, что за картина была еще, честно. А самый последний фильм – это «Гадьки утенок» Гарри Бардина. Это 100 тысяч зрителей, это было много. Да, и Фауст, вот пятая картина. Фауст тоже пользовалась большим успехом. Меньше, чем Елена, но все равно.